Смотрите далее в гражданской обороне. Перемирие закончилось в среду. Почему боевики решились наступать? Марьинская многоходовка. Как эскалация конфликта на востоке Украины связана с саммитом Большой Семерки в Германии? Звинувачивать сбройные силы Украины, что наши войска обстреливают, и не только Марьинку, а обстреливают и сам Донецк. Далее, только в гражданской обороне. Ранним утром 3 июня от звуков взрывающихся снарядов проснулись жители Донецка, Красногоровки и Марьинки. В следующие два дня на этом направлении разыгрались нешуточные бои, о которых мы, казалось, уже забыли со времен Дебальцева и подписания Перемирия. Марьинка стала самым жарким и обсуждаемым местом прошедшей недели, как в Украине. Необычное загостренное остановище на сходе, а именно на Донецком направлении Марьинка в огне. Так и в России. Киевские силовики бьют по городу. Ожесточенные бои идут к западу, а Донецка у Марьинки. Всю прошлую неделю разведка докладывала о стягивании террористами вооружения в Петровский район Донецка. Это как раз направление на Марьинку. По нашим подсчетам было сосредоточено порядка 120 единиц боевых бронированных машин, третья из которых порядка 40 — это танки. Утром 3-го числа, по данным группы «Информационное сопротивление», именно оттуда группа из 20 танков и порядка 30 человек разведки выдвинулись на Марьинку. По позиции МВСУ заработало тяжелое вооружение. Весь передок был накрыт артиллерией крупнокалибра, 122 и больше. А потом пришло работать пехота и танки. А лидеры террористов и РосСМИ радостно и, как обычно, преждевременно заявили о поднятом флаге ДНР над Марьинкой. Но в то же время боевики на передовой уже понимали, что город им взять не удастся. Для них это закончилось весьма плачевно, поскольку она отлично отработала наша артиллерия, которая не только смогла своевременно вернуться на позиции, она была отведена в СССР, но и вести прицельный огонь по противнику. Причина возобновления боевых действий лежит на поверхности. Кажется очевидным, что террористы хотели занять больше территории, но вряд ли Кремлем двигало альтруистическое желание расширить границы ДНР. Ведь на проекте «Новороссия» в Москве давно и уже открыто поставили крест, а начинать открытую войну, истощенную санкциями России, невыгодно. Тактика над силой на то, чтобы взвинуть к керевнице нашей державы и сбройную силу, кроме порушения минских домовностей, особенно в обслуживании пропадания в огне. На выходные в Германии стартовал саммит Большой Семерки, где среди основных тем ситуация в Украине. Как мы уже знаем, накануне любого крупного международного мероприятия, жди от РФ очередной, как принято говорить, многоходовки. И уже нет сомнений, что Марьинка была ее частью. Этот конфликт начался не с первыми выстрелами утром 3-го числа. На самом деле, быть или не быть войне решалось за сотни километров от Донецка, в Минске. Как раз накануне эскалации конфликта 2 июня представитель России со скандалом покинул заседание контактной группы в Минске. Причина – Украина отказалась отводить свое вооружение от Широкина, тем самым не желая открывать боевикам путь на Мариуполь и проводить выборы в оккупированных районах до того, как террористы полностью отведут свое вооружение. Оставил вопрос, что мы приняли терминозаконодательство про особый статус Донецка и Луганского регионов этих областей, проведение выборов под контролем России и боевиков, и, соответственно, формирование статусу федеративных одиниц на этой территории. Мы, понимаем, обеспечение этих территорий контролем с боку Российской Федерации. Такой сценарий, конечно же, не устроил Украину, а, как известно, когда РФ проигрывают в дипломатии, там начинают угрожать и размахивать военной кувалдой. Украину необходимо было заставить согласиться на условия РФ, и они решили сделать это проверенным способом. Крупный проигрыш Украины должен был убедить Запад нашей военной и политической несостоятельности и доказать мощь России. Почему выбрали именно Маринку? Ведь есть еще множество стратегически важных направлений. Ответ прост. Это единственное направление, где террористы надеялись создать котел по сценарию Иловайска. Первая маленькая цена тем, что створит плацдарм для оточнения наших збройных сил, особенно под Авдеевкой, как раз в этом регионе. Это мог бы быть еще один котел, который действительно створил передумов для оточнения некоторых сот наших бойцов и техники. Затем они бы разыграли в СМИ уже знакомый нам сценарий дискредитации вооруженных сил Украины. И в всей ситуации это был бы еще один такой бы великий прорахунок, військовый, а больше стратегично-политичный, что до того, что Збройные силы Украины не могут организовать систему обороны и безопасности. России были бы выгодны два сценария завершения событий. Первый – доказать, что Украина первая открыла огонь и нарушила минские договоренности. Второй – показать, что мы не в силах противостоять агрессору. В обоих случаях это дало бы повод России требовать от Большой Семерки заставить Украину пойти на соглашение на условиях России. Но ни один из этих планов Кремлю и его ручным террористам реализовать не удалось. Буквально в первые часы боя стало понятно, что не то что о котле, а захвате даже части города не может быть речи. Боевиков вытеснили к зданию школы, где еще какое-то время шел снайперский бой. А уже к вечеру стало понятно, что блицкрик террористов не удался. Сейчас то, что по факту есть, это от 50 до 80 подтвержденных смертей военнослужащих, незаконных вооруженных формирований, в том числе российских военнослужащих. Часть из них числится без вести пропавших, поскольку на горшке посечена артиллерийскими ударами. Часть трупов валяется на нейтральной территории. Как бы не хотелось кремлевским махинаторам, но и обвинить ВСУ в нарушении перемирия тоже не получилось. Первый прокол произошел из-за тщеславия лидеров террористов, которые еще утром 3 июня недальновидно заявили о штурме Маринке. Отсюда танки республиканской гвардии идут в атаку на позиции украинских военных. По заявлению Министерства обороны Донецкой Народной Республики, поселок Маринка был освобожден от украинских карателей. С утра все ватные СМИ начали вопить о том, что сепаратисты наступают, Маринка наша, укра, он тонут в своей же крови. То, когда они хорошо получили и уже откатились назад, они начали орать о том, что это провокация украинских войск. Однако, когда спохватились, было уже поздно. После таких заявлений обвинение Украины в нарушении перемирия выглядит просто нелепо. Все последние дни вокруг Маринки не прекращались бои. Боевики, которых еще в первые дни оттеснили на окраину, постоянно обстреливали город, то и дело пытаясь снова начать штурм. А их лидеры упорно заявляли, что населенный пункт под контролем террористов. На сегодняшний момент мы как находились на своих позициях и находимся, плюс мы заняли стратегически важную высоту в Маринке. Это интернат и больница, мы ее контролируем, которая позволяет контролировать всю Марину. На самом деле Маринка наша. Стратегические точки, о которых говорит Захарченко, строение за чертой поселка, дальше которых боевиков не пускает в СУ. Сепаратисты обосновались на перекрестке на Красногоровку. С места событий говорят, время от времени слышны выстрелы, а в целом в городе все спокойно. Достаточно тихо, проходят зачистки населенных пунктов, улиц, отдельных домов. Многоходовая операция России развалилась, как карточный домик. Украина успешно отбила нападение. Да и обвинить нас в нарушении перемирия тоже не получилось. Самое главное, люди, которые были на переднем крае, выдержали этот навалу. Никаких панических настроений или пораженческих нет. Сепаратисты хотят нам объявить матч-риванс. Ожидаем, как они говорят, матч-риванс. Но я думаю, вряд ли у них что-то получится. События в Минске и в Марьинке показали, что РФ попросту недооценила Украину как в военном, так и в дипломатическом плане. И поплатилась за это. Вместо того, чтобы давить на Украину, лидеры «Большой семерки» на саммите приняли решение ожесточить санкции в отношении России. КОНЕЦ КОНЕЦ